В эфире информационный выпуск новостей Океарской студии телерадиовещания. В студии с вами Гузель Нарбутина. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. На базе крестьянско-фермерского хозяйства Урала-Таймасова прошел агросеминар по подготовке к весеннеполевым работам. В селе Самарское состоялось внеочередное выездное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. В районе торжественно открыли бюст легендарному борцу Газали Утяшеву. Стартовал шоу-конкурс главная роль среди предприятий, организаций и учреждения района на пресс акционерного общества Буребаевский ГОК. Ахабир ошу хэмбашқа темалар хақында толырақ. Хейбола райынында сәсеу компанияны әдерлік старт алды тип хабар италер ауыл хожалығы идаралығы хитмәтінен. Әлегі күнде ауылды хожалықта тұрматыу үштәріннә тұтынып, мінь ярым гектар ерді тұрматыу үштәрі башқарылған дайынды. Бұл пландың хегид процентін тәшкелетті. Таймасов фермер хожалығы негіденді өткен семинар барышында басылысылық тармағы үшсендәрі сәсеу компания стратегиян білділәне үш тәжіпі әмі ортақлашты. Фәнилә бәшірова ендіклі бірек. Данил Таймасов ауыл хожалығы тармағында екен тұғылымсы елдан алып ішлей. Тарқалғынға текілім сақызда күстік ә, Ұңғауын елді ұралтаймасовтан күрәттен фермер хожалығында үшлей. Бұндау ерітіп ебіштір өселі механизаторда. Әлі бұнда іштін қайнап тұрған мәлі. Сәсеуіштәріне әдірлік қызы ұбара. Ұралтаймасов еубары талында бірден бір фермер. Сафқостар қалға ста фермерлік үшін өйштұрып, Құжалықтың материал-техник базығын толығынса ғақлап алып қалуға үлгіші ұл. Машыны трактор парк әлбетті яңынан төгіл. Шулайда өз үшін намыз мінен башқарған үшілердің қызмәті мінен техника төзі қалда тұтылып келі. Құжалықта бұйыл сәсөліштерін Құжалықта бұйыл сәсөліштерін 25400 гектар майданда башқарға етеп тұта. Әйткендей бол құр әткіз ұлған елмен сағыштырғанда 170 гектарға көбірәп ола сақты білгістер. Ұлған елді Құжалықтарда ұңышты құрылық көңқа сұғарып 60-тан ашу процентті етептен сұғарылғайыны. Алдағы елдармен сағыштырғанда ердегі дым бұйылда 25% қадыра. Құлайда түшін күліпкей берілерге ерті әрті әктеген фікірді білгіздер. Как сказать, прогнозы, конечно, дело неблагодарное, но такой прогноз у нас на данный момент, что май будет жарким и июнь тоже будет жарким, среднесуточная температура выше среднемлаголетних значений. А по осадкам, вот на сегодняшний день у нас с начала года выпало 85 мм осадков, и вот по снегосъемке было больше, чем в прошлом году на этот период. Но, как говорится, снег в этом году легкий, плотность оставлять желать лучше бы. Пока весеннего бурения они не делали метеостанция, но пока прогноз последние два дня дождь выпал 25 мм по Ярскому метеостанции. Поэтому мы надеемся, что надежды, как говорится, еще есть, что будет хороший год. Улған елдағы қатмарлы шарттарда 13-н юғалтқан құжалықтар дәулет тарафынан берілген субсидии ардамында сенсиу үштеріне әдірлен ауды. С наступлением тепла подходит и самый пожароапасный период. На днях в селе Самарское Хайблинского района состоялось внеочередное выездное заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. Наш корреспондент продолжит тему подробнее. В рамках заседания вниманию приглашенных, в том числе глав сельских поселений старост населенных пунктов, была представлена практическая работа добровольно-пожарной охраны Самарского сельского совета по тушению пожара с использованием прицепной пожарной техники, полученной в рамках реализации стратегии развития пожарно-спасательных сил на территории Республики Башкортустан на период до 2030 года. Сегодня они наглядно продемонстрировали, насколько успешно освоили данную технику, которая будет обеспечивать быстрое реагирование пожарных подразделений, добровольной пожарной охраны, до прибытия других видов пожарной охраны в данном населенном пункте. Такой технике было выделено 65 единиц. На Республику в этом году мы закупаем 34 единицы. Я вижу, что люди освоили технику, что люди за ней ухаживают. Она эксплуатируется надлежащим образом, при вопросах и претензий нет. Далее участники сбора обсудили вопросы по доготовке района к весенне-летнему пожароопасному периоду, профилактике пожаров и гибели на них людей, а также вопросы развития добровольной пожарной охраны Хайбуллинского района. На 15 апреля в Республике Башкортостан зарегистрировано 2524 пожара. Рост на 143 процента. Прежде всего это связано с изменением статистического учета пожаров в МЧС России. Сейчас, если, наверное, вы все заметили, любое возгорание мусора, травы, это является пожаром. И, соответственно, по нему принимается процессуальное решение. Если раньше списывались так называемые накопительные дела и считались с загораниями, то сейчас по каждому проводится предварительная проверка. Погибло 102 человека. Рост на 14,6 процента. Вот эти цифры действительно вызывают тревогу, так как практически 102 человека погибло, и более того погибло 5 детей, рост на 400 процентов. Еще одним направлением, которое показало свою эффективность, является установка дымовых, автономных дымовых пожарных извещателей. Мы эту работу, госкомитет начинался в 16-м году. К моменту начала установки в 16-м году количество погибших при пожарах детей составляло 15 человек в год. В 18-м году это показало уже снизилось до 10 лет. По итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности принято решение о проведении дополнительных мер, направленных на стабилизацию обстановки с пожарами. Также участники обсудили вопрос активизации работы по обеспечению отдельных категорий граждан автономными дымовыми пожарными извещателями. В Хайбуллинском районе состоялось знаменательное событие. На территории детской и юношеской спортивной школы села Акьяр открыли бюст башкирскому батыру Газали Утяшеву. Первый открытый республиканский турнир по национальной борьбе Куреш посвятили 110-летию со дня рождения борца и столетию образования Республики Башкортостан. Далее подробнее. Много легенд и рассказов об удивительном человеке и борце. Участники Великой Отечественной войны Газали Утяшева хранят жители Хайбуллинского, Баймакского, Зилаирского, Обзилиловского районов. В борьбе Куреш Газали Утяшеву не было равных во всей округе. С 15 лет он выходил на борцовский ковер, а последний бой выиграл 62 года. И сегодня на территории детской и юношеской спортивной школы состоялось долгожданное открытие бюста. В первую очередь за своего отца гордость испытывают его дети. Элбитта аттай боларак, кадрлы. Бұл бідгашул хаттлім иқтибарлы болды. Эйті бұлтік бітенде хигид бала өттік дұртмай дұрттқан. Мүтәбүдгілə ти гид ғараны бүл көмәксимиялі болхатташул хаттлім. Татуға ғайлі болды. Бұл 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 көміне бұл 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 бүлді. И мое сердце не выдержало до открытия. Я приехала и пообщалась с отцом. Одна стояла, разговаривала. Я считаю, его душа радуется, что его дети, весь народ хайболинский празднует его юбилей. Только добрые слова прозвучали на торжественном открытии. Вспоминали о Газале Утяшеве как о справедливом, умном и непобедимом человеке. Открыл мероприятие глава администрации муниципального района Раил Ибрагимов, также напомнив собравшимся о том, какой был при жизни Газале Утяшев. Сыну Газале Утяшеву, Харматулех Газалеевичу Утяшеву, предоставилась возможность вместе с главой хайболинского района открыть памятник. После торжественной части всех участников пригласили физкультурно-оздоровительный комплекс на церемонии открытия первого открытого республиканского турнира по национальной борьбе Курэш, посвященного 110-летию Газале Утяшева в рамках столетия республики. И очень приятно здесь сегодня видеть руководство администрации хайболинского района. И хочется пожелать, что развитие физической культуры и спорта в хайболинском районе началось с белого чистого листа. И всем нам я желаю успеха, трудолюбия и самое главное здоровья. Любите, уважайте и занимайтесь физической культурой и спортом. Ну, борьба, Курэш – это, не сказать, наш национальный вид спорта. Это сила, сила духа, сила физическая. В общем, это объединяет все, что мужчина очень трудолюбия занимается. Но не только, конечно, Курэш. Все виды спорта, это во всех видах спорта. Есть нужна сила духа, сила воли, нужна терпения. И только эти качества, они позволяют достичь вершин, больших вершин спорта. Спорт в районе очень популярен, очень почетен. И администрация хайболинского района очень сильно поддерживает. Сегодняшим соревнованием спонсором является акционер общества «Буребайский ГОК». Они выделили средства в купе с администрацией района на проведение данных соревнований. Национальная борьба Курэш – известная и любимая издревле. Захватывающие поединки Батыра всегда отличались своей привлекательностью и борцовским духом. Истоки зарождения Курэш или борьбы на поясах, как это принято говорить, в международном пространстве уходят в глубину веков. И по сей день актуальность борьба не теряет. Данный турнир собрал 135 участников из разных районов республики. Первый раз, когда студентом был, здесь участвовал. В этом же соревновании. Соперники достойные, сильные были. Первый явно выиграл, но сильный соперник был из Абезилизовского района. А второй уже тоже тяжелый. Но усилия выложил. Для того, чтобы не получать травму, надо сначала разминаться. Попадать надо. Тогда уже безопасно. Я смотрел по интернету про борьбу и захотелось тоже заниматься борьбой. Все это оселяет уверенность, что память о Батыре будет передаваться из поколения в поколение. Ляйсона Гибаева, Емилий Брагимов, Ильнар Куренгужин, Служба новостей. Детский образцовый хореографический ансамбль «Юндосок» Детской музыкальной школы искусств имени Умабая Исянбаева стал лауреатом первой степени на международном конкурсе «Новое поколение». Ансамбль под руководством Альвины Камалединовой принял участие в четвертом международном конкурсе фестиваля «Нью Старс» при поддержке детского и юношеского творчества «Новое поколение» в рамках проекта «Лучший из лучших в городе Уфе». По итогам конкурса детский образцовый хореографический ансамбль «Юндосок» стал лауреатом первой степени и приглашен в восьмой финал проекта «Лучший из лучших», который состоится на Черноморском побережье в городе Туапсе. Напомним, что данный ансамбль регулярно пополняет копилку достижений своей музыкальной школы, участвуя на различных конкурсах не только республиканского, но и всероссийского уровня. Юные танцоры завоевывают симпатию жюри и зрителей техникой исполнения движений, композиционным построением номера и также раскрытием художественного образа. Достойно выступила на республиканских соревнованиях и сборная Хайбунского района по мини-футболу, заняв четвертое место. По словам футболистов, в истории районного мини-футбола это лучший результат. В Океаре прошел зональный этап республиканских соревнований по мини-лапте среди юношей и девочек 2004 года рождения и младше. В нем приняли участие 5 женских и 5 мужских команд со всех районов Зауралья. Данный вид спорта развивается семимильными шагами. Одни из сильнейших команд, которые всегда занимают первые и вторые места, это наша команда Хайбунского района, команда Обзелиловского района и девочки и мальчики, и Белорецкий район, и Зянчуринский район. Они всегда занимают призовые места на республиканских турнирах, на республиканских соревнованиях и первенствах. В процессе игры очень упорная борьба, замечательные команды показывают очень интересную лапту, очень интересную игру, очень интересную лапту. Я думаю, что команда, сегодня занявшая первое место, достойно выступит на финальных соревнованиях в городе Уфа. Это лапта воинца, и Киэл Юребен. В результате, когда мы находимся в городе Уфа, мы получили результаты. В результате, когда мы получили футбол, мы получили лапту, и Киэл. Так, давайте обратимся к тренеру. Скажите, как давно вы руководите командой, то есть воспитываете молодежь по данному виду спорта, и какие на данный момент именно с этой командой у вас имеются достижения? Во время игры атмосфера была накалена до предела, никто не хотел уступать. Всего по круговой системе сыграли 20 игр, по итогам которых победителями как среди юнош, так и среди девочек стали юные лаптисты Обделиловского района. Они и примут участие на республиканском этапе соревнований. Я занимаюсь примерно три года, четыре. Какие результаты у вас уже имеются? В прошлом году мы заняли первое место, в этом году – второе. Мы ездили в 2016 году на Россию, это были подвижные игры, там было пятиборье, баскетбол, виды какие были – баскетбол, теннис, шашки, плавание и лапта. Мы по лапте с девочками взяли первое место, и с мальчиками взяли второе место. Довольно такие большие достижения. Да, большие достижения. Мы играем на уроках в отту, а так два года оттет. Я работаю в физкультуре в этой школе, они у меня и на уроке, и на тренировках. Так что… АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АУЛ КОТЫ АУЛ КОТЫ ғАМЛИ КАТЫНДАР Республика БАДА ӘУДИМ, КИН КОРАШЛЫ, АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ОБРОДИСМЕНТЫ АРАКСЯ АЛЕКПИ 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 ОЛАР ratedян 3-мякәрлігі КЮПТЭН Инде МЯДАНИ САРАЛАРДАН Ороста КИН ЕРЕ honest Скан Investment Перvärмайска АЛЕКПИ KILЕХ Уграле Пару Сон Сон ña Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Новая должность? Новый гардероб? Одобряю. Жаль, к тебе заехать не успею. Я же говорю, одобряю кредит. Ух ты! Банк пойдем. Одобряем. Кредиты без визита в офис. Уважаемые жители Республики Башкортостан! С января текущего года в России осуществляется переход на цифровое вещание. В Башкирии день отключения аналогового вещания назначен на 3 июня 2019 года. С этого момента просмотр программ будет возможен на телевизорах с установленным встроенным тюнером, либо необходимо адаптировать имеющийся телевизор посредством приобретения цифровой приставки. Правительство Республики Башкортостан приняло постановление, в соответствии с которым пенсионеры, получающие федеральную доплату к пенсии, и малоимущие семьи с детьми, которым выплачиваются детские пособия, могут получить господдержку для приобретения приставки. Данную поддержку жители Республики могут получить только один раз и на одну жилую площадь. Подать заявление для компенсации расходов на приобретение приставки можно во всех офисах многофункционального центра «Мои документы» нашего региона. Подробную информацию о получателях компенсации и перечню необходимых документов можно уточнить на сайте МФЦ Республики Башкортостан. Уважаемые жители района! Общество с ограниченной ответственностью, микрокредитная компания «Пекин» оказывает финансовые услуги путем выдачи микрозаймов сроком на 6 месяцев. Для физических лиц до 30 тысяч рублей. Для пенсионеров до 20 тысяч рублей от 10% в месяц. До зарплаты от 1 тысяч рублей до 15 тысяч рублей. Займ предоставляется на 42 дня. Ставка всего лишь от 0,8% до 1% в день. Наш адрес. Село Бурибай, улица Шаймуратова, дом 6А. Торговый центр Бурибай. Телефон для справок. 8-963-125-75-08. Село Акьяр, улица Батанова, дом 7. Торговый центр «Семья». Телефон для справок. 8-906-323-57-94. 8-347-58. 2-26-95. Надолго? И на 7. Осталось отель забронировать. Тоже 7-звездочный? Мое счастливое число. И твоя кредитная ставка. Банк «Пойдем». Кредит по ставке 7,77. Одобряем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 хорошего настроения, улыбок, ярких впечатлений. Пусть тепло и уют всегда наполняет ваш дом. Пусть солнечный свет согревает в любую погоду. А желание исполняется при одной мысли о них. Поздравляю у тебя! Сегодня день рождения! Принимаешь от друзей знакомых поздравления! Поцелуи в щечку теплые стихотворения. Слезы счастья на глазах и удивление. Задуешь свечи ты в свой день рождения И в сливках торт с малиновым вареньем. И пусть исполнятся твои желания в твой день рождения. Задуешь свечи ты в свой день рождения. И в сливках торт с малиновым вареньем. И пусть исполнятся твои желания в твой день рождения. Комната уставлена подарками цветами. Яркими открытками, коробками с банками. Изменят бокалы налиты по крайней шампанским. Этот твой особый день мы празднуем по-царски. Задуешь свечи ты в свой день рождения. И в сливках торт с малиновым вареньем. И пусть исполнятся твои желания в твой день рождения. Задуешь свечи ты в свой день рождения. И в сливках торт с малиновым вареньем. И пусть исполнятся твои желания в твой день рождения. Субтитры добавил DimaTorzok Поздравляю у тебя, сегодня день рождения Принимаешь от друзей, знакомых, поздравления И от всех уже не скроешь своего волнения Год прошел, окажется, прошло одно мгновение Задуешь свечи ты в свой день рождения И в сливках торт с малиновым вареньем И пусть исполнятся твои желания в твой день рождения Задуешь свечи ты в свой день рождения И в сливках торт с малиновым вареньем И пусть исполнятся твои желания С днём рождения Задуешь свечи ты в свой день рождения Я в сливках торт с малиновым вареньем И пусть исполнятся твои желания В твой день рождения Задуешь свечи ты в свой день рождения Я в сливках торт с малиновым вареньем И пусть исполнится твои желания, днем рождения. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Продолжение следует...